Паунтим Лина Тренд Протектор пока имеют в своем пике. Полярис, Рики, Нейчерс, Профит. Любопытно, получится ли как-то против Лины посражаться, потому что мы видели в предыдущих играх, два раза эту Лину отдавали коллективу Армии Джениус, и с два раза они без особых проблем с этой Линой смогли пойти и закончить. Здесь посмотрим, как будут развиваться события. Опять же, прикрыли эту Лину немножко Тренд Протектором, который, во-первых, может давать ей довольно неплохую выживаемость за счет брони, а во-вторых, это потенциально напротив всяких пангольеров и всяких других неприятных персонажей кетч, потому что ультимейт проходит через БКБ и не так просто от него избавиться. Снэпфайр появляется также для Спаунтим, ну и в целом мы видим, что уже для коллектива Сил Света крайне неплохой тимфайт намечается. Это Лина, которая быстро набирает свои слоты и готова сражаться с довольно ранних стадий игры. Это Тренд Протектор и Снэпфайр, которые уже одними своими ультимейтами будут крайне полезны. И тут чуть ли не задумываешься о том, чтобы, может, какого-то вообще саленсера взять в качестве там саппорта, но это пока Дарквиллу. Это пока Дарквиллу, которую мы видели в связке с Рикимару, которая неплохо работает, которая и кусты ставит, и курсу может настакать с помощью шарда. И, в общем, вполне себе классно эта связка действовала. Поглядим, как Таларис будет ее в этой карте использовать. Ну вот, такие дела. Такие дела. И пока любопытно, конечно, посмотреть, как это все будет работать. В банах дальше мы с вами кого видим? В банах мы видим, что кучу хардейнеров подбанили, и, в общем и целом, надо подумать над тем, кого там забирать. Мы понимаем, что если очень захочется, можно там Фориона в сложную линию себе забрать, но, скорее всего, это будет там Форион, может быть, и Керрик. Посмотрим, как это будет работать. Нет-нет-нет. Форион здесь знаешь кто? Так. Форион здесь идет мид. И это сигнатурный пик Полярис. У них все герои — это вот те герои, которыми они любят играть. У них есть Форион, который в случае чего прилетит, поможет. А, хорошо. Что вы скажете? Отбой. Но это может быть Керри Эмбер, конечно. Не, вряд ли. Не, ну, может быть. На самом деле, может быть. Ну, видели мы Рикки Дарквилл уже кучу раз в исполнении Полярис. Вообще, Рикки отдавать этой команде, скорее всего, огромная ошибка, потому что, ну, прям очень хорошо играет на нем Джинк. Ну и что? Время Дарксира, на самом деле, для Полярис. Дарксиры, Рикки, Эмбер. Туда еще Вакуум, Террорайз. По-моему, шикарно. У нас что? У нас Лина Керри, Тренд 5, четверка снэпка. Так, наверное. Остается 3 мид. Что можно взять любопытного такого еще? На троечку, если вы спаунтин. Даргон Найт. ДК в мид против Эмбера как раз пойдет. Будет он донять там крипов. Надеемся, качнет стан. Сегодня я лицезрел ДК без стана против Эмбера. Было, да, интересно. Ну и остается персонаж на третью позицию, если ДК в мид. В целом, ДК можно свапать на тройку, если будет такая необходимость. Потому что спаунтин уже будут полностью видеть пик противника. Тут, в принципе, ДК как в начале профита хорошо стоит, так и в Эмбера. Поэтому, по сути, хороший пик. Есть куча станов. Не знаю, я любитель команды спаунтин, честно говорю тебе. И просто я вижу Лину, я уже думаю, что она может победить. Но мы знаем, как это работает с Фурионом. Фурион немножко темп ломает линии. Он просто летит на нее как раз таки. И тяжело играть за счет этого. Вот ты, Лина, пятый левел. Ты стоишь против... Против кого-то, допустим. И к тебе прилетает Фурион на шестом левеле. И все, как бы... Ты умираешь. Ну там тренд даст Ливен Армор. Ты поживешь еще немножко. Как-то прогрызешь себе проход. Что-нибудь сделаешь, нет? Хотя, нет, втроем, понятное дело, что там... Среди должны будут справляться. Тренд протектор не ультимативный сейвер в этом плане. Хоть и хорош. Да, конечно, посмотрим, насколько... То есть, Полярис явные фавориты, да, здесь. В плане того, что они идут 3-0. Их еще никто не выигрывал. Они все свои игры выигрывают без шансов 2-0. В спаун же в первой игре отлетели команде Арми Джениусс. Ну, с другой стороны, все отлетели команде Арми Джениусс. Да. Но вот Полярис Арми Джениусс это будет нечто. Когда мы это будем смотреть, конечно. Когда интересная мать-то. По-моему, 17 февраля. 17-го, да. Третий матч 17 февраля. Но сейчас тоже. На самом деле, я предвкушаю спаун-тим в первом дивизионе. Уж очень мне хочется, чтобы они туда попали. Вот так вот, значит. Да. Настолько ты. А ты увидишь просто. Они действительно хорошо играют. Там и по рангам все хорошо. То есть у мидера 20-й ранг. У кэри, по-моему, 15-й ранг. То есть, игроки-то серьезные. Ну и как Тревенс исполняет на каком-то рубике? Его даже банят. Вот тебе и на. Сларк. Сларк. Ну что, сейчас просто взять оффлайнера, который выигрывает Сларка на линии. Или мидера Лешрака просто взять. Лешрак здесь просто конфетка. Как же здесь хороший Лешрак. Боже мой, как он тут хорош. Это самый лучший герой, которого можно было взять. Лешрак. Аргументируйте. Ну что. Контрит Тарквилл. Отпушивает постоянно линии против Фориона. Отхиливается от этих пней. Бутстоллоном у него всегда фуллмана. Контрит Сларка. Контрит Дарквилл. Хорошо стоит против Эмбера. Отличный фоллап стан под ДК. Под армором Тренд Протектора героя не нужно покупать пейтмейл. Соответственно, он может купить Даггер Хекс и инициировать. В принципе, что еще? Пушит вышки вместе с Драгон Найтом. Вот, в принципе, и все. Хватит ли... Желание купить быстрое БКБ на этом Лешраке. Пока думают довольно долго спаунтим. Перебирают героев, очевидно. Здесь даже БКБ можно не брать. Просто Бутстоун, Сэнш Кая и Даггер Хекс. Ты не можешь умереть. У тебя армор Трента хилит тебя в два раза больше из-за... ЛЦ все-таки. ЛЦ как некая контра связки Рикки Дарквиллу. ЛЦ как... Желание поймать Сларка. Да и Эмбер Спирита можно в случае чего ловить. Ну, то есть, в целом, любопытно, как это будет работать. ЛЦ нужно быть именно задротом на ЛЦ, чтобы именно хорошо себя показывать на этом герое. Да и нечастый гость у нас в компетенции в Доте сейчас ЛЦ. Но я считаю, что герой может работать. Тут ты... Либо у тебя суперхорошая игра, и ты доминируешь, и у тебя всегда будут деньги, и ты можешь в соло выигрывать игры. Либо, если у тебя игра не идет, можно просто купить грифсы и бафить своих коров. Ну, поглядим, что там по левелу на Легионке у Роден Типи. В любом случае, драфты первой карты у нас вот такие. Когда игра начнется, глянем, что там у нас по коэффициентам. Пока же твой предик. Ну, как-то, если честно, у Поляриса поприкольнее смотрится. ЛЦ, в принципе, мне нравится. Но, блин, это ЛЦ. ЛЦ не метовый герой, и я уверен, были варианты получше. Да и, по сути, на Сварка ничего здесь нет. Да, Сварк добирается до артефактов. И что сделать Сварку в БКБ условно там? Ничего. Он будет просто бить эту Лину там со Скади БКБ, и у тебя нет ответа. ЛЦ это не сказать, что суперконтракт. ЛЦ просто может выпасть из игры, быть 4000 надворцем, и очень плохо себя ощущать. Но платина. Платина есть на ЛЦ, урод НТП. И смок на защиту деревьев. Команда спаун нажимает. Ну, а мы смотрим на коэффициенты. 3,4 на 1,26. Такие коэффициенты на первую карту дает Бэтбум. 3,4, соответственно, на спаунтинг. Насколько это оправдано? Да, думаю, в целом оправдано. Все-таки Полярис у нас действительно команда фаворитов. Тут никто даже не пытался ломать деревья. Так что, в принципе, время потрачено. Но интересно, как маг будет играть, потому что в целом маг все свои игры, он показывал серьезнейшую доминацию в начале игры. Бегал, просто всех убивал, как будто бы это какой-то, я не знаю, 3К ПТС. Но сейчас у него серьезный соперник. Мидия — это Маманг Дая. И он может. Он может. Действительно может. Ну что, первые встречи происходят на рунах. Пока еще ничего себе не прокачал. Будет ли действительно тут что-то на руне такое любопытное. Джинк пытался... Будет 3 роны для спаун. Пытался Джинк перекликать, не получилось. Три рунки — это всегда полезно. Три рунки — это всегда приятно. 120 денег, можно на них закупиться. Там какие-нибудь расходнички дополнительно донести, сын-трячок кому-то донести, докопить до бутылки кому надо и так далее и тому подобное. Здесь Драгонайта бутылка, очевидно, не очень нужна будет. Вот знаешь, что хочу отметить, что вот они берут этот Драгвилл Рики, а Драгвилл пятерка-то не самый сильный герой в доте в принципе. То есть условная там бабка будет ее перебивать постоянно. Да и ЛЦ с нюком тоже может многого наделать. То есть с появлением левела три эта линия становится интересной. Ну пока, да, пока на самом деле именно как-то Сларку сильно получили здесь Сларка сильно напрячь даже с третьего левела. Но вообще на самом деле да, ты прыгаешь на лицо Сларку, даешь ему Скаттербласт второй и ему уже некомфортно. Как-то избежать этого вряд ли сможет, прямо скажем. Ну и вот опять мы видим ДК без стана, ДК, который качает Бритсфайр на первом уровне и потом он берет армор в два. Вот это мне непонятно, потому что было уже показано всеми, что можно качать стан, Эмбер нажимает щит, нажимаешь в него стан, доняешь крипа соответственно. Там Лина умирает в боте и получится разменяться, но фраг на линии это прям очень сочно. Это очень солидно, очень сочно, действительно. Как вообще так получилось-то интересно. Ну, Лина первый левел, собственно, тут вторая, Лина первый, наверное, поэтому какие-то проблемы сбыли. Не успела прокатить себе что-то. Хотя, с другой стороны, Лина не то, чтобы прям усиляется со вторым левелом, бешено. Да и защиты у нее как не было, так и нет. Тренд протектора раздумывает пока над тем, что бы ему на втором взять. Все хочется взять. Или чсид нужен, или нормор нужен, все надо. Рикки тоже пока с открытым скиллпоинтом играет. Прыжок пошел. Попытка зацепить тернт протектора. Вообще, как же больно делает Рикки Мару, а? Да, Рикки. Рикки, конечно, ну смотри, Джек Рой очень мало крипов добивает. Очень мало крипов добивает. Да, они сейчас идут к нему под вышку. Но, в целом, пока Фурион себя чувствует хорошо. И вот он тот самый ответ на Лину, да? Фурион, Фурион, в принципе. Фурион Рикки, казалось бы, Линья, на которой какого-то... Да, как, да. Как можно сделать килл? Ну, вот видишь, Ну, как-то сделать. Ну, тут, да, тут у Фуриона много урона просто с руки. У него блатистон. Рикки прыгает, замедляет. У него орбов ином есть. В общем, так вот и делается. Просто тыкаешь. Просто заставляешь противника кушать расходники. Просто заставляешь противника чуть более с его выиграть. Где-то отзонил от крипов. Где-то заставил его, наоборот, подойти к крипам, чтобы он хоть что-то сделал, лишнюю тычку ему дал, лишний расходник выбил и так далее. Так, ну вот у ДК появляется стан. Медиа абсолютно ровно. Сейчас будет прожать стан из-за ДНК. Возможно. Или? Не будет. Ну, на рейнджа, может быть, оставляет. Еинственное, что я думаю, куда. И безо-скрипа забрал, в принципе. Да, все пока максимально равно. И умирает снэпка. Вот интересно. Сварк, Дарквилл. Сварк вообще два в рейсбенда. И он себя чувствует максимально хорошо. Такого я не ждал. Первый заряд уже есть. В целом, комфортно. Комфортно будет дальше на этой линии стоять. Но, опять же, нужно не забывать, что Дарквилл всегда может поднести какие-то расходники. Будут ли сейчас какую-то агрессию здесь выполнять? Нет. Снизу мы видели, на центре мы видели, что подходила сюда Рики. Пытался контролить руну. На топе. На топе Дарквиллу проседает. На развороте, кстати, Легионка. А Легионка сейчас может отъехать. А Легионка отъезжает. А прыжок идет дальше по стэмпфаер. А стэмпфаер-то тоже минус. Ой, почему-то пожадничал. А почему пожадничал? Не ожидал. Так бывает. Дэмэджа хватило бы, но прячется стэмпфаер. Не удается скинуть пичку. И на развороте по самой Дарквиллу уже можно отстреляться довольно неплохо. Рики тут, правда, неподалеку. Опасно. В это время в центре там Эмбер Спирит под вышкой дебоширит. Крипы есть, поэтому дэмэджа особо не получает. В миде пока абсолютно равный матчап. Равнейший, я бы сказал. Но, конечно, как будто бы где-то ДК немножко не доигрывает. Есть такое ощущение. В целом чего ожидать? На шестом левеле вряд ли Эмбер сможет ДК забрать. ДК третья пассивка. Там реген просто бешеный. На Эджик Ройф-то в то же время уже выбрался вперед по крипстату. Уже, видимо, 30 крипов у него. Конечно, сейчас самое главное смотреть на Творц, потому что часть крипов пиньки, да? Да. Но выигрывает на 200 денег пока что Лина. На Смарк 200. Могут снэпку сейчас зацепить. О, а снэпка успевает разбить руну. Очень важная эта штука, потому что... Куда это он собрался? Ну, ладно. Бок. Бок из Тет. Да. Ну, разбить руну на самом деле было супер важно, потому что теперь пятый левел Эмбер Спирит. У него нет маны абсолютно. У него, если что, даже не будет маны кастануть ремнант и уйти на базу. И вернуться. Ни стиков нет, ничего нет. Но дали ему манго. Ну да, ну, такое. Ну, вышка теряет хп, то есть хотя бы там пробить 800 хп вышки это уже нехило. Это уже нехило. Потыкивает потихонечку Драгон Найт, плюс стоит катапульта, настреливает. ДК. Неплохие, пустые. В кусты, правда, не попадают. Прям под ним, казалось, они были. Эмбер Спириту нужно быть крайне аккуратным. Здесь демиджа до луны не должно хватить. А нужно ли быть аккуратной Дарквилл, но нет стана. Нет, Дарк там еще КД стан. Ну, неплохо разыграли под первую форму. То есть вторая форма такая же нажимается, у вышки уже 700 хп, и можно как бы потерять ее. Легионг тем временем вплотную приближается уже к Блэйдмейлу. Ну и с Блэйдмейлом будет себя максимально комфортно ли не ощущать. Тут борьба идет в центре, такая довольно серьезная. Дарквиллу постоянно в центре обитает. Далул тоже отсюда особо не уходит никуда. В общем, любопытно посмотреть, чем это все завершится. Завершится это формы ДК через 20 секунд и руны через 20 секунд. И, кстати, в миде ну, ладно, не убьют они. Никто никого не убьет, но бежал и так видел Рикки Марву. Он просто захотел этим руну взять. Ну и по итогу карта пока не гиперактивная какая-то. Драгонайт контролит тут руну, иллюзию забирает в итоге Рики. Но опять же, руна не досталась Эмберспириту. Собственно, основная задача ДК выполнена в этом плане. Да, но теперь у него нет маны и он немножко заранее прожал форму. Это ему не очень приятно. Там кларетка, там 10 стиков в целом. Смотри, субпорты под мидом сейчас играют. Непонятно, пойдет ли ДК агрессировать. Там на топе? хотел дуэль нажать. Если бы дожал... Всякое могло бы случиться. Эмбер контролирует его довольно серьезно. Прилетает ультимейт от Фуриона. Эмбер уходит куда подальше. Снепфайр на стиках выживает. Джинк на втором прыжке тоже смог улететь. А Фурион в боте делает фраг. Соло фраг, соло экспа, соло 316 денег. Очень хорошо. Соло топ-1 отворца через крипа. Так, тут прилет на бабку. Оглушение есть по Эмбер Спириту. У того еще два ремнанта, ну и Драгонайт ему мало что делает, понятное. Дело, но не менее. А у нас есть что? У нас есть 100% бонус на первый депозит. Используйте его кликнув на баннер под трансляцией, переходите на сайт BadBoom, используйте промокод DPC при регистрации и получайте бонус. Здесь пока, кстати, выход на Легионку какой-то мог планироваться. Дарквилл тут неподалеку, но смещается и слепая. Вообще, Сларку нужно быть осторожным, потому что вот так вот ты ловишь дуэли, ты можешь просто умереть. Да? Он вот так вот ловит дуэли, вот так вот просто умирает. И надо идти ему в лес. А отдать дуэли уже Легионке в это время Рекимару, кстати, почти оприходовали. Да, минус Рекимару в лесах. А вышка-то бьется. А спаунтим-то литирует. Кто там был, не верил. Оп, вышечка сюда. Контролирует, конечно. Первый рун для Эмбера. Да, контролирует руны Эмбер. Теперь уже. Сларк возвращается в топ. Он верит в себя, что он нажмет ульту. Ну, у него тогда этой ютли просто в принципе не было. Сейчас-то она хотя бы есть. 5 секунд дуэль. Есть уже ботинок в ЛЦ. Будет попроще подбежать. И надо какую-то печеньку хитрую. Хитрая печенька нужна. Да, из-за леса нужна печенюга. Эмбер вроде как хочет под топ поиграть. Вообще Сларк вроде бы 8 левел. Вроде бы у Сларка все супер круто. Он топ-2 на Творс. Но я бы не сказал, что эта гибель его прям подкосила. Но если еще раз с ним смогут здесь справиться, то это, конечно, уже будет очень тревожный звоночек. Это будет невероятно тревожный звоночек. Аджик Рой как бы уже все на древних. Уже фармит Эншентов. Уже Молнии. Уже выход от РВА. Сейчас подстакает себе КМ. Даже не подстакает, а успеет забрать. Смещение на топ идет. Смещение на топ идет от Драгон Найта. ДК хочет и наверху тоже с вышкой разобраться. У него 20 секунд до формы. Как раз пока пойдет пачечка. Пока там туда-сюда. Вот и форма уже откатиться. Ну а Поляри в свое время не разменивают вышку в боте. Они хотят дефить. Эмбер с Аркан Руны. Бабки ульта есть. Будет ли что-то? Бабки ульта есть. Очень непросто сейчас будет что-то делать. В итоге пошла ульта. Будет минус Эмбер Спирит как минимум. Ульта у Старка также уже заканчивается. У Старка очень немного здоровья. Старк сейчас чуть ли не отъедет соло от бабки. Вынужден уходить куда подальше. Накидывают также еще и по Дарквиллу. Дарквиллу последняя тычка минус Дарквиллу. Вышка в боте конечно бьет ее пинки. Но тут это так неторопливо это происходит. Вышка здесь упадет раньше. Трен должен хилить вышку внизу. Он вообще не реагирует на это. Вот пингует сейчас что можно. У него КД. Он куда-то кинул уже. Илц летит бот. Илц летит бот. Ну тут если успеть забрать Катафалк Да, Катафалк. Еще клип есть. Успели забрать. Ну и да, ждем следующего Ленар Мора через 5 секунд на это строение. На топе в это время Эмбера зажрали. Как так? Там даже Легионка рядом не было. Так он же с Даггером. Ага. Ага. Вот и так. На будущее будет так происходить. Рикки хочет обидеть курьера. Рикки нужно быть аккуратен потому что там знали о его местоположении. Снизу добьют все-таки строение. Курион следующими следующими карманами приходят. Слишком поздно был армор прожат. Так, ну и что? 2000 преимущества за спаунтим. Слушай, ну я думал что когда Лина погибла там на первом уровне что для нее может быть все если продолжить с ней так обращаться то может быть все не очень хорошо. Лина прям все дальше чувствовала себя максимально комфортно 2-1-2 по итогу сейчас идет а Рикки здесь кстати курьеров поджидает может какого-то курьера зацепить нет уходит не вовремя для себя может быть на обратном пути подождет. Ну понимаем мы да, что с появлением шарда игра становится другой. Есть Дарквилл Рикки это комбинация сильная есть конечно ЛЦ еще ну и вот Смог ДК Снэпфайр кого они хотят убить ну Нэйч из профита надо убивать Да они кого могут кого захотят в целом могут забрать да, главное не Рикки главное не Рикки и Рикки не ревилит их и идут они на тройку есть форму ДК ой нашли нашли есть вертал Снэпки нет развернулись я не понял почему кстати ну там был скан они знали что там есть герой почему-то решили не идти туда дальше странное немножко действие они засканировали территорию увидели что тройку кто-то фармит видимо они подумали что их там могут наказать на самом деле не приняли ну то есть ты не видишь никого и ты хочешь просто подняться на тройку вражескую вдвоем это может быть руина игры и они решили сделать легкий фраг на самом деле это нормально то есть они не приняли какой-то глупое при этом не тратили даже ничего бабка ульту не тратила драгонайт форму не прожимал ничего такого не происходило да Алина 12 левел конечно опасный персонаж сейчас на карте но не делать БКБ он делает Глепнер первой шмоткой я в принципе люблю Глепнер как артефакт но не нужно ли тут БКБ против Рики возможно идея играть первым темпом и тогда ты сам будешь всегда нападать все будет хорошо на Сларк пока выход будет прыжок курьер тут летит к Сларку что нужно ЛЦ начать первой ой потратил видели что потратил они видели что он потратил и это фраг 38 демоджа ЛЦ вот такой ЛЦ мы хотим видеть за такой ЛЦ приятно наблюдать которая находит киллы в которой все получается а не за той ЛЦ которая сейчас бы дофармила даггера ну и 4000 34 тысячи это прям кайфово какой там был у нас в начале что-то типа 34 да 37 или сколько я не знаю ДК респектую за то что он покупает шарм а не Медас шарт ускоряет фарм ускоряет демедж в тимфайте так сказать твой ну что 4000 преимущества но мы знаем да что это как бы еще ну смотри ЛЦ с новой дуэли неужели ну не не верю один он вряд ли не должны там при этом очень грамотно Драгон Найт отошел понимал возможно каким-то образом чуял что противники готовы на него выходить что шарту Рик и Мару он прям очень неплохо переждал вот шарт успел среагировать хорош кстати говорили мы только что про коэффициенты вот и они вот и они 1 и 5 на 2 и 4 не совсем правильный у меня байт байт на сварка сейчас будет сварк не представляется конечно вот да 1 и 5 на 2 и 4 это стрельки реки идет реки идет хотят они реализовать шарт по максимуму видят ли бабку этот вард краешком видят но он вард он понимает что его было видно и нужно убегать лц драгонайт вышел тут же даггер аут респект респект таким драгонайтом ну и такое затишье происходит вроде как ничего по итогу и не случилось алина фармит все это алина вообще ей абсолютно плевать линны уже совсем скоро будет глейпнер такими темпами фарма через 5 минут у нее будет бкб глейпнер уже есть бкб бкб критично бкб очень нужно есть у меня ощущение что он может сыграть как-то жадно через сервер эдж сейчас будет не очень если он решит все же так не ну ладно я понимаю взять бкб после глейпнера ну да он взял он хочет бкб next но взять два артефакта до бкб это прям да это тумач появляется руна джекрой готов пойти на рошана как будто бы действительно идет бить рошана руна в боте руна регенерации поймут ли сейчас полярис где находится оппонент полярис в этой части карты вообще нет никакого они они думают что в смаке ищут их рикки еще спамит фразочку распавился джим плюс аега ну 4000 даггер появляется на трентье важно важно это то через что можно еще играть то есть у тебя уже есть легионка с даггером у тебя есть драгонайт с даггером у тебя есть теперь тренд протектор с даггером и по итогу ты можешь инициировать и играть любыми парами героев практически и это будет гарантированный фраг если вы находите какого-то одного персонажа ну вот выход выходят в топ тавер команда спал на самом деле что они с аегисом им ничего не противопоставишь эмбер летит конечно эмбер то летит но не совит ли он какой-то что-то стандыка да что угодно что угодно делаешь трака за игру будет есть глейпнер есть глейпнер у лины надо нажимать его ай-яй-яй в итоге не очень классно получилось дк получает много демеджа есть трак на развороте эмбер спирит тоже получает по лицу минус эмбер спирит дк конечно разменяли до минус 2 ну и улетает отсюда надо улетать отсюда и отдавать вышку вышку надо забирать да вышку надо забирать в принципе размен дк на вышку дк эмбер и вышка в принципе равноценный сейчас будет тучка еще слепин дарт а внизу сларк тоже уже начинает напрягать тавера ну не сларк очень медленно с вышками сражается тут лина под снэп фаер конечно несопоставимо быстрее сравняет эту вышку с землей ну и лина летит бот дабл демочно разбивается пеньком миди вышка падает нужно тронту срочно обращать внимание на вышки вот начал это делать давать минстроение не хочется тем более что вы вроде бы и так ведете у вас все хорошо хилить героев так прям часто и как будто и не надо да полярис что эмбер делает линку линка здесь хороша несомненно дуэль стан дк но как же ты будешь снимать руты чем будешь ли ты их снимать вообще прыжок нагло хватит ли демоджа да еще и победил на на грань 66 демоджа на 21 первой минуте легионка если что 200 плюс бьет да и сларку нужно какой-то ответ на это придумать то есть сларку что ли линку делать еще себя сларка гоним пока делает или что это то есть какой-то один дуэль сларка который под стаками даже если он там наберет стаки и сларк может просто умереть в целом легионки абсолютно не важно сколько стаков на сларке да она прожимает блэдмейл и в принципе главное что пока бабла о легионке потому что если застанет то все не будет так радужно радужно и хорошо работать и что вот он сларка заметили должны дарики да дарики не нажимаются там дасты далековато были то есть если бы он прыгнул вперед и дал доступ да что джек ройсбкб уже райт кликом просто купил себе одной кнопкой смоки но частично могли быть на вижне эти смоки просканили территорию дайер ну и смоки разревелились поняли что где-то поднимали кимару лц все еще в смоках что пойдут неужели прям нагло под вардом можно убить этого эмбера линки еще нет о было бы сочно конечно а он идет а он идет откинул ремнант будет убивать пачку крипов если он на пачку придет и инстант не сделает оттуда прыжок то это минус так и есть что же дк да рано ладно бывает бывает хорошая попытка боти лина попыталась убить в соло сварка естественно это не получилось сделать но лина со второй попытки это может сделать хотя тут уже на лину летят минус телепорт прыжок дарквиллу соло фраг лина туда погиб там отцепление довольно длительное прыжок от сварк без ульты сварк без ульты но нет не надо им точно не надо тут заканчивается аега 15 секунд до дропа аегиса очередной сон ну и отойдут судя по всему подходит снепка щемят там у снепки лотус почти да что здесь лотус особо ну снимает он да дротик дополнительный такой сейф ну руты эмбер дротик вот это вот все корону нарквиллу снять нормально нормально лина мкп делает ну кстати норм против тучки самая топ и что макс линкой уже ничего не боится может вот так спокойно отпушивать линии минус очередная вышка минус очередная вышка успеет ли лину зацепить рики в теории наверное мог они знают что здесь нету лины и что нужно драться они сарцепить на огонь но их тоже четверо надо чтобы сюда прилетал фреон в процессе драки единственное что вот видит луза видит бабку отлично просто нужно давать печеньку есть печенька печенька ну и под вышки даться не хочется сразу принимают решение отступить полярис не успевают немножко не успевают как же много нанесла ульта фреона просто 800 хп дк сняла ну и дк на хосте бежит в топ как раз на того самого фреона можно сейчас попробовать выйти фреон хорош за доджил дал стан подлетел сюда дуэлька нэдж с профит погибает но дуэль не выиграна на сей раз попытка дальше каким-то образом зацепить дк есть даже блинкаут подходит джекрой начинает отстрел джекрой минус ну и сларк конечно начинает нарезать но ультимейта уже нет он просто здесь может остаться сейчас как же этот рикки мешает хотел он поднял уже ручки тренд протектор но понял что может не достать решил не рисковать своим ультимейтом в то время мертвый нэджерс профит забирает вышку в топе такая история 8000 преимущество тут пока 8000 спаун ведут своего оппонента дк аганим делает не хотел ли он купить алибарду чтобы сбивать линку тому самому эмберу и давать ему стан видимо 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 нет сварк тоже выходит в линку но все эти массовые линкин сферы не помогут против рейтлик лины как бы да линку 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 сейчас невероятно сильно бьет с мкб с 20 левелом таланта этот герой просто наносит уйму демеджа я вообще не советую приближаться никому из команды полярис к этой линии и возможно стоит забанить даже ее в следующей игре если вдруг они проиграют но пока все идет к этому удивительно что мы линку три игры подряд видим да пока все идет к сенсации смотри-ка как замансил джекрой все идет к сенсации что спаун могут выиграть полярис а они могут играют неплохо смотри летит в топ лина и что реки уже тут подходит легионка сколько сколько же реки собирают информации там майнбрейкер для радиант сейчас лина возьмет себе майнбрейкер и это будет такое уничтожение да и рошан для радиант тоже появляется ну и тренд продавер спокойненько ходят раскидывают ливенорморы в принципе больше не надо ничего особо пытается фреон конечно пеньками что-то сделать но пеньки настолько не пробивают вышку под ливенормором знают кстати о рошане команда дайр там стоят тоже энты но рейдин должны понимать что плюс-минус сейчас летит лина в топ опасно вот такие действия предпринимать но в принципе у него стоит в арт-центре он все видит если что среагирует чарм чарм кстати можно бить бабки надо обновить пассивку лине идти бить рошана смотри в смоке полярис они могут в теории нажать липендарт в лину которая сейчас немножко не в позиции прыжок от лц шарт 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 сларка да красиво но эмбер эмбер погиб сларк подошел отошел сларк вообще не хочет больше сражаться там одновременно с этим мы видим что дарквиллу съели если еще прыжок на сларка можно даже не прыгать на сларка сларк без всего он бесполезен будет прыжок дк летит дк летит куда-то нет ну неважно куда он просто может расследовать как там дела потому что здесь все равно рошан забирается шарт шарт кому тренту шарт можно отдать я думаю да ну да собственно больше и некому либо линия легионки можно сомнительные если лц дает дуэль кому-то кроме сларка он будет всегда получать сейв и дуэль будет прекращаться ну сларка непросто дать хотя нет пока просто дать но потом будет непросто скоро будет вообще непросто дать нет у нее нет бкб есть первый фраг будут ли второй раз вряд ли как же рики много делает насколько же он прям мешает мешает играть с другой стороны вы только что забрали аегис и идете 4 плюс 1 дальше играть это такое сомнительное решение очевидно что будут пытаться подловить 13 тысяч преимущества 10 тысяч вот эти вот они все в линии примерно где-то по преимуществу над сарком по вероятности победы 84 на 16 спаун впереди ну вот как так получается второй раз драгонайт уже не ловит но с другой транзис тиммейтов не было я бы сказал что у сварка большие шансы на победу в этой игре появится у него линка он будет уже неубиваемый у лина кончается пока бы она не может собраться ну там еще есть ульта трента который мы не видели уже довольно давно присутствует смотри дк делает манту он не хочет сбивать ничем линкин сферу ошибка ли это сейчас же ни один нейтральный предмет не сбивает линку правильно по-моему нет нашли рики кто еще кого нашел ну вообще нашли рики вообще как будто но это такой конечно оверреактор немножко на рики мару за всю боль пусть знает за всю боль полет в центр от лины бкб в случае чего имеется сатаник появился проблему проблему легион вот легионки появился гем это важно тренд купил гем отдал легионки теперь поприятнее может быть что там приезжает в этот момент сларку сларку приезжает томик хочет он себе ультимейт третьего левела дофармить до линкин сферы осталось порядка полутора тысяч судя по всему да рецепт линки уже есть осталось колечко романуть да дк конечно тоже борзо выглядит в этой игре тоже не стоит списывать со счетов все-таки с появлением манты мы помним кто смотрел европу тот знает что команда тундра показала нам в доте теперь все начали это копировать готовы спам или не готовы не готовы готовы полярис 15 тысяч преимущества 15 тысяч преимущества которые пока выглядят довольно грозно для 32 минуты алина хочет кекс линия да линия криты на самом деле да есть мкб но вот критов это сильвередж может быть купить еще больно слотов ограниченное количество хекс все-таки это ультимативный дизайбл слаг очень хочет убить эту пачку крипов не зря же он тут стоял все это время наверное следующую хочет но не может следующую пачку крипов опять и следующую тоже опасно не так то быстро ее убьет она в принципе убивает стоять вот здесь в кустах ради одной пачки крипов забирает эмбер спирит заканчивается заключительная вышка что эмбер не такой уж опасный аслан здесь все еще слар куда прыжок ультам нет нет ульты нет ульты тренд протектора 10 секунд так бы они сейчас этого сларка бы тут и оставили странно что боятся спаун но теперь не боятся ульты тренда появился спили дарквиллу прокаст неплохой но дарквиллу живет пока что и легионка неплохо но что дальше будет пытается что-то сделать сларк сларку очень много дэмэджа вливает сларк просто развалился тренд протектор окружили его пнями тренд протектор минус фурион улетает в бкб больше никого найти не получилось как же надоело реки мару со своим слепиндартом как же надоело он просто постоянно у кого гем дрэганет гем забрал да дрэганет близится к манте и кстати вот опа цепляется на опко адеката с гемом и заиграется ли маг тут но есть бкб у него да просто за счет бкб делает фраг там нормально кстати если фурион покажется на линии ему не сдобровать думаю уже не покажется кекс на линии кекс на линии ну основная идея для спаун в том чтобы заметить рики раньше чем он заметит тебя если получается это сделать то дальше можно на него прыгнуть с ним справиться практически на самом деле не важно какими силами возможно кроме ульты тренд протектора все остальное можно тратить на этого рики мару до реки очень большая проблема но тоже вот сейчас лена купит хекс и он вообще ничего не даст в игре 5000 фарсов пустую но и она он может пожертвовать но что этот хекс вот кого-то здесь за хекс вот по факту эмера у него линка тебе надо ее сбить тебе нечем сбивать линку как-то для сбития линки значит получается так ну тратить тратить 5 сколько он там стоит 5600 просто на вот это но она конечно может себе позволить да то есть если не брать хекс в расчет то игра достаточно равная ну ладно он дает там какой-то ману реген тоже ну условный сларк никогда не славит хекс всегда нажмем драк пак то у него уже есть линка то есть фуриона на лайнах ловить ты не можешь потому что у тебя нету инвиза смысл хекса джекрой да с билдами он иногда разочаровывает у нас судя по всему игра будет в следующем рошане упираться в следующем рошане упираться пока потому что довольно пассивная команда играет аганимус снепки кстати очень скоро прям приближается к аганиму и дк манта скоро через вот эту пачку крипов на которой его подсейвят а полярис возможно захотят напасть но нет побоялись есть манта у дк что теперь акторин 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 в центре эмбер вынутили его поражать бкб ну и вот хекс не дающий тебе убить ну не дающий тебе возможности убить условно у тебя сильвер если ты попадаешь станом ты можешь этого эмбера просто загасить с руки ну у тебя хекс вот вопрос кстати лина в соло идет смотри куда видно ее было видели лину они засканили они засканили они понимают что где-то под линой кто-то есть поэтому лина идет дальше потому что команда уже подошла лина такая типа одиночка здесь будут ли прыгать на лину лц просто фармит древних все вообще все настолько боятся очень далеко так снэп фаер снэпки аганим уже есть но нет даггера прыжок на снэпку мимо в итоге лина во сне пока находится легионка ну и минус ульта осларка минус большая ульта осларка 40 секунд будут ли пытаться что-то делать нет переключаются вниз там огромная пачка крипов пока не могут найти себя команды что им нужно делать но спаун торопиться некуда у них дк еще не в пиковой форме у них здесь у лины кончается у лины кончается у лины уже все она больше ничего не купит ну там всякие вот эти вот уже аганимы просто для статов условно там да что-то такое рефрешер себе седьмым слотом муншард хотя он вряд ли наверное поможет мне кажется у лины и так максимальная скорость при разогнанной пассивке асварк в свое время смотри ка опа залетный минус соленка эмбер спирит минус красота реализация аганима на снэмфаер не ожидал что ему на лицо пролетят без байбэка он без байбэка полторы тысячи вот она дк с аганимом с мантой просто сейчас направит эти иллюзии на врагов но джекрой тяжело джекрой тяжело нет крипов там сларк забрал крипов дк надо бить дк надо не бояться дк нужно танчить вышку что же он не бьет все бэкдор они пробьют они пробьют бэкдор но барак не пробьют кстати сларк очень нагло на хосте думает что его не найдут не смогут наглешь сларк алина без тп алина без тп плохой файт плохой файт для спаун нельзя так ну и отходит пока потеряли лишь одного тренд протектора рошан есть кстати ну тут такое да эмбера еще нет не просто вот сейчас должны будут полярис пытаться идти на рошана зная что не будет трента еще несколько некоторое время или не должны а я думаю им какие-то ки лучше поискать пока у сарка есть стаки самый лучший вариант это попробовать что-то найти лц в то же время 160 урона уже пока мы смотрим забываем о его присутствии в игре вот 160 демеджа за дуэли ну и алибарда это серьезный соперник с варку сколько же надо спеллов нажать будет на лц правильно грамотно то есть ты нажимаешь на себя приз до атак вейдмейл бкб потом тебе нужно нажать даггер алибарду и мгновенно дуэль и все это за секунду да да это непросто я в какой-то момент тоже думаешь ну что там ну прыгнул задуэлил а потом как сам попробуешь начинаешь думать твою-то дивизию так смог смог от команды спаун есть у них все нет варда единственное что есть варды у тронта поставят вард команда сейчас спалится сразу ой залетный рики мгновенный сларк в дуэли сларк не в дуэли старк в таверне зацепили еще и рики рики также погибает опять снэк файер просто в соло ну и рожан два раза рожан и чуть ли не не минус сторона и вот еще аркан руна для дк там рефрешер шарт на рожане линию можно отдать наверное вместо травлов два бкб два сатаника эмбер тут пытается скипать крипов в принципе у него это конечно получается но фурион конечно надоедает очень сильно сколько бы фурион не надоедал тем не менее еще ни одной т2 не пало пока да ну хорошо джекрой дефает так форма дк 30 секунд нету сварка 20 секунд хочет ли лина полететь к своей команде через 3 секунды бам не получилось зато джоу нет бкб влетает туда-сюда эмбер спирит неплохой казалось бы получился глипнер но демоджи некому вносить по цвету дела старт только-только сейчас возвращается и к тому моменту как он сюда придет уже скорее всего практически не будет бараку миссы конечно все равно проповедь несмотря даже на мкб прыгнул сларк упрыгнул сларк все теперь несколько секунд он не хочет туда идти такая есть форма такая еще и сыр очень форма и надо добивать бараки но после сатаника нужно ли не сатаник все-таки нажать пойти на крипов обновить пассивку он летает в толп да ладно ну не убьешь ты его ну не убьешь атак 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 сюда иксуля работает почему почему фурион не нажал бкб тысячу денег дали в соло линии ну ладно линии уже деньги не важны важно то что вернулись не важны ну что есть что забрать муншард муншард можно взять ну гоним просто на статы шунец прыжок пошел залетный очередное оглушение легионка вновь немножко не успевает но тем не менее как же больно там рекимару просто сейчас отъедет от поцелуйчиков жесть но тем не менее стороны пока стоят стороны пока стоят лина здесь вообще нужно быть аккуратным надо 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 идти довамывать надо идти довамывать не бояться что УДК есть 40 секунд хотелось бы конечно 25 на траганайте бояться бояться чего бояться команда спаун лина просто вот так с фликера наверх безмолвен 2,5 минуты аегис нет лину бить почти бесполезно сейчас нас так на пасетре секунды или не нас так агетли так ага вперед ее туда первая гибель есть ульта ульта у трента ульта у трента залетает сюда легионка не было не ультимейта тренд прыгнул дал ультимейт не самый точный прямо скажем в итоге лина погибает легионка погибает погибает также еще и бабка очень много дэмэджа по драгоннайту с ним справиться не так просто но 1,5 он тут мало сможет сделать минус также драгоннайт ой-ой-ой это камбак отличный террорайз от дарквилла не успела лина нажать бкб но какая-то печенька очень странная форстафов ни у кого нету где форстаф то вот тренд протектор вот есть у него форстаф нити лину из тучки дайте ей обновить пассивку она всех убьет но сейчас вы потеряете чуть ли не три вышки и преимущество просто огромное огромное преимущество за потерянный сварк плюс башер плюс мундшарт у башера у него по-моему был до дураки но мундшарт как с этим сварком сейчас драться на линии вот как посмотри как он бьет быстро ну в стаке спадут еще 32 стака ну есть шанс в сторону потерять есть конечно два глипа не спасет мистер морд ну и что на бабке может спасти сваркой шарт просто отхилится он красоты прыгает отхиливается минус раз ну вообще да сторона будет потеряна сторона будет потеряна нашли торнта нашли торнта отвлеклись на торнта глиф кастанули очень хочет лак эту сторону очень хочет добить этот минничный барак невероятно хочет оглушение барак жив реген на бараке висит прыжок от драгонайта сюда же прыгает также еще кто сюда же прыгает также легионка пока ноль фрагов совершено в этой драке прыжок дальше тренд протектора нашли эмбер спирита форстаф есть сейф от рекимару в виде тучки прыжок дальше от драгонайта слиппендарт по нему эмбер спирит сюда идет но его засейвили но тем не менее эмбер спирит все равно получает кучу демеджа есть фраг байбэк присутствует в раздаче но он шарт съеден у линекста смотри помнишь мы видели что барак миди был не добит да оказывается пока лина умирала дк забрал барак да он добивал добивал барак правильно и сейчас пойдут на топ опять словит какой-то джекрой непонятно дизейбл нельзя кидать лц нельзя кидать лц и вот он сларк сларк пока нанес ноль демеджа и получил на пол здоровья его проконтролировали в ультимейте его шлепнули просто с ультимейта Лины дальше пытается убежать целый трамп протектор эмбер в опасности но надо отбежать надо отбежать потому что два байбэка на корах было сделано нужно перегруппироваться нужно найти для себя или вот сейчас ошибка надо подождать нету теперь сатаника на линиях что убегать-то сразу надо убивать всех снизу пачка грибов мог дать хекс сейчас Аркемару но тут ты очень не хочешь ошибаться несмотря на то что есть байбэки ошибаться очень не хочется в такой ситуации ты-то не хочешь но надо надо не бояться ошибиться понимаешь тогда ты будешь побеждать графики нормально летают туда-сюда там было 91 на 9 по преимуществу ну по вероятности победы потом 55 на 45 сейчас вот опять 68 на 32 рошан минута опа сварк нашел дд молодец он конечно но нет у него байбэка но сейчас ночь сварк видит всех первый может конечно на кого-то напасть у ДК страшно у ДК есть БКБ в случае чего трента бы зацепить трент трента форсик есть ультимейт не успел нажать ультимейт будет ли байбэкаться будет ли продолжаться Алина 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 по центру драки оказалась вообще не понимаю что она здесь как она здесь получилось минус 3 по итогу от сларка будет ли попытка найти кого-то еще опа что с легион командером просто снимать дизейву слины и все и больше ничего делать не нужно в игре почему он нажимает на себя второй спейл пытается дать кому-то дуэль не надо не надо надо просто снимать дизейву слины она тебе выиграет игру но опять же нет рошана и ни к чему не привела вот эта драка драгонайт нет телепорта он он кастовал телепорт ему сбили вот так даже он просто не прожал БКБ просто не прожал БКБ ну и ДК никуда здесь не должен деваться видно его сону он сыр еще поюзал но это для того чтобы как можно больше времени сэкономить чтобы никто не пошел на ХГ никто не байбекался не сэкономить а затянуть наоборот да спаун тим конечно заставляет понервничать своих фанатов 11 тысяч остается преимущество и все эти 11 тысяч ровно эти 11 тысяч они в линии они в Хексе и Муншарде которые вообще ничего не дают Хекс это бесполезный артефакт который нужно продавать прямо сейчас иначе они услышу фразу Хекс бесполезный артефакт но здесь он вообще ничего не делает вот он сделал с ним 1 килл случайный на фуреоне в топе и все ну и как как дефект посмотрим вот он поставил бабочку себе в пикбай явно лучше чем Хекс но все же не доедалось почему не доедалось почему не серверэдж серверэдж вообще здесь конфетка по-моему ну хочется дополнительное выживание наверное иметь в этом смысл бабочка дает дополнительное выживание против физатак 4 минуты байбэк у Сларка 4 минуты Сларк рефрешер взял и Эмбер тоже Сларк взял рефрешер Лина ой-ой-ой ай-ай успел сняли наконец-то дизейбл БКБ жмякнуть успели форсики пошли а БКБ-то кончилось а у Сларка рефрешер но Сларк пока контролирует Сларка пока контролирует он не может тоже зайти вот так вот на халяву через 20 секунд появляется Рошан на этой карте и будут ли драться спаун без БКБ они прям хотят драться ой-ой-ой нужно дать какой-то дуэль от пуш пошел сканут сил света сканут сил тьмы оба неточные тренд с шардом вот что важно надо рекимаром этого убить он надоел уже очень сильно если тренду получится грамотно раскастовать два своих ультимейта ну тренд 25-й тут не проигрывает надо 25-го еще жить и жить ну да ну пока просто два ультимейта 20-й ультравенса и начинает Китершана полярис уже все преимущество которое мы думали оно вообще никак не верировано и что есть аганим у снепки не хотят ли они закинуть какую-нибудь иллюзию там отспенение от ульта тренд протектора прыгает сюда Эмбер Спирит очень нагло в итоге находят здесь Легионку Легионка крайне много демоджа получает Легионка погибает есть байбек Лина 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 просто умирает Лина просто умирает ничего не сделав даже БКБ не нажимая Лина будет ли байбекаться или нет в эту драку сейчас посмотрим Дрэгон Найт но тут башер есть тут привязка есть от спрутов никуда не улететь даблкил там ЦМЛ совершает минус также еще и Дрэгон Найт решили не байбекаться да я думаю здесь конец уже думаю нет шансов у спаун они вообще как-то вот безидейно безидейно это все выглядит то есть нету двух байбеков у Полярис вы можете там нажать смоку словно кого-то убить снепка может кинуть иллюзию ДК Рошана проверить что-то как ЛЦ вообще ничего не нажимает я не знаю я не знаю очень странно ну может быть сказывается некоторая нервозность отсутствие опыта игры в дальней стадии ну это конечно такие отмазки 5 тысяч преимущества Полярис 7 тысяч преимущества трон минус трон ну не минус трон байбеки конечно нет минус трон все не ну байбеки а вот не хотят сжать ну пока и не минус трон они так побили понадеялись на фри байбек с кого-то но все ай ай ой 20 секунд Лина ЛЦ без бай ему нужно быть крайне осторожным ну что надо играть через снэпфаер только снэпфаер может вас спасти вот она взяла крипы пошел полет ну полет не туда куда полет кого кинули кинули просто отпушить пачку крипов шок нам конечно сейчас очень плачевная ситуация стала резко для команды спал 14 тысяч в мгновение ока надо продавать хекс ну продай хекс джекрой вот он вот но купил не то вот откровенно даже рапира была бы лучше тогда в тот момент и просто уже пойти убьют так убьют как-то вот очень плохо выглядит вот этот хекс он вообще ничего не дает и клейпнер походу уже надо продавать хотя отпушить мега крипов только с молниями можно не просто не просто будет против мега крипов ты играть когда ты у тебя шифури он против тебя бирспирт против тебя рейки против тебя вот смотри у фуриона билд у фуриона должен был вот у лена должен был быть такой же билд как у фуриона тогда она была наверное ну можно даже кирасу почему нет но этого не происходит там мембер себе глейпнер тоже делает ох это долгая игра будет тут в трон не пойдут полярис точно они слишком сильно проигрывали они но у них 5 байбеков у них есть 5 байбеков они могут себе позволить в теории какой-то выход по такой одноразовый смотри какой-то смог хотят ботик какой-то пиков сделать сларк взял супер башер себе сларк сейчас машина для убийства особенно если он немножко наберется без стаков ну и что лц без бая лц без бая нельзя умирать нашли хороший форсик прыжок еще один есть бкб на развороте лина прожимает тоже бкб но ничего серьезного не происходит снэпфайр оказалась слишком близко к драке Акаши очень много демеджа нужно быть аккуратным но у сларка две жизни не забываем можно байбекаться и драться дальше лину влетают в нее начинают ее уничтожать Акаши тем не менее теряет первую жизнь старается лина дальше драться лина погибает но у нее есть байбек использован байбек сларк здесь у сларка нет ультимейта у сларка нет ничего ему нужно быть крайне аккуратным сейчас летят тычки они почти набивают сларка там где-то далеко будут ли байбеки со стороны команды дарь сейчас посмотрим прыжок идет да неплохо вот он хекс вот он рабочий три байбека три байбека три байбека но теперь эти три байбека нужно заставлять делать команду противника обязательно нужно идти по миду сейчас нету фуриона еще самого главного сплитпушера который знаешь мог бы заставить сидеть какого-то дека на базе его вот нет и дизоль дека как он покупает а курьер а курьер был с не курьер был без курьер был без рапира но теперь только пешком надо идти в магазин покупать рапиру да пешочком надо идти в магазин это только три байбека сзади сларк бегает декабрь действительно хочет купить дезолятор ну такой ол-ин ой а рики ой не рики сларк сларк чует рапира вместо мкб чего ты что рапирочка рапирочка рэнд в оцепенение попал сделает хоть одну тычку с рапирой лина засейвила снэпка засейвила куда ж выкидываете боже что ж вы делаете это изверги минус лина после ааа что только что я увидел боже минус 4 минус 3 уже ну и гудгейм просто прописывают спаны переволновались они не поняли как вообще можно это выиграть ультра килл для бока но я все равно остаюсь фанатом команды спал мне вот мне без разницы просто дайте джекрой морфа а не лиму несмотря на то что он купит у него герой все равно будет суперсильный он все равно выиграет игру вот да ел все вроде какие-то дуэли были в начале ну а что потом потом как-то вот все так себе получалось ну не шмаглая как говорится ну здесь с одной стороны ну как как будто бы в лейте драгонайт конечно он классный танковый но дэмодж от него хотя и дэмодж вроде был но не удавалось как-то ловить людей тут видишь ошибка в чем лц должна была вот помнишь хг в топе пошли да когда лину убили это первый моментик два раза убили лину там лц просто попыталась прыгнуть кого-то с дуэлем зачем спаси лину спаси лину она убьет тебя всех тоже там не было форстафа как как может не быть форстафа в такой игре объясните против реки мару и фуриона и вы против сварка самое главное как может не быть форстафа в игре каким образом конечно да немножко разочаровали именно в билдах команда спаун возможно решение они принимали неплохие но вот билды конечно ужас поглядим смогут ли спаун справиться с такой вот с таким нервяком и показать себя более хорошо на следующей игре потому что это всего лишь первая карта так что уходим на небольшой перерыв эпидемия форстафа